Ребята, всем привет! Сегодня я решила приготовить творожную запеканку без выпекания. Экспериментирую, никогда такую не делала. Для приготовления буду использовать творог, миндальная мука, маскарпоне. По рецепту нужен черный шоколад для варки, но, к сожалению, у меня такого не нашлось, поэтому буду растапливать тот, который имеется. Сливки, эритритол в качестве сахара заменителя и сливочное масло. Кажется, все. А, еще буду использовать псиллиум. Я практически уверена, что можно обойтись и без него. Но, опять же, в качестве эксперимента хочу следовать рецепту, а в рецепте он имеется. Сейчас готовлю что-то вроде теста. Смешиваю 2 стакана миндальной муки. У меня стаканы маленькие, вот таким стаканом я пользовалась. Далее 8 чайных ложек размягченного сливочного масла. Одна столовая ложка маскарпоне и четверть стакана эритритола. Для моего теста оказалось мало маскарпоне и масла, поэтому я еще добавила по столовой ложке и того, и другого. По рецепту требуются такие маленькие шоколадные чипсы, но у меня таких нет и в магазине я тоже не нашла, поэтому буду использовать то, что есть в холодильнике. Вот такие у меня есть чипсы. Кстати, к наметку очень хороший шоколад продается в Альберте. Сейчас я это переблондерю и добавляю в тесто. Действительно, тесто готово. Теперь я его буду распределять по дну формочки. Переходим к приготовлению творога. У меня приблизительно полкилограмма творога, 3 столовые ложки маскарпоне. Буквально, ну не знаю, чуть меньше четверти стакана опять сахарозаменителя. По рецепту сюда идет еще сметана, но у меня ее не оказалось, и, собственно, наверное, из-за сметаны по рецепту и нужен псиллиум. Ладно, я добавлю, посмотрим, что будет. Теперь это все перемешиваю и продолжаем. И я, собственно, скажу, для чего я использую псиллиум. Псиллиум я использую вместо желатина, он, по идее, должен загустить творожную массу. В творожную массу я добавила 1 столовую ложку псиллиума. Полученную творожную массу распределяем сверху слоя теста. Я подогреваю сливки и горячими сливками заливаю черный шоколад. Требуется 100 мл горячих сливок на 100 г шоколада. Двигаемся далее. В полученный черный шоколад я добавляю 6 столовых ложек этритола и, собственно, покрываю уже верхний слой нашей запеканки. Так, ну что, запеканка отправляется в холодильник часов так на 4 или на 6. И завтра поделюсь своими вкусовыми ощущениями. Субтитры создавал DimaTorzok